Ведьмак решил связаться с Трис Мерригорит. Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в Стоге Сен. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Мерригорит. Девушки отдыхают. То, что ты делаешь, смешно только тебе. Ты шуток не понимаешь. Из-за тебя усновидящий кошмар, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. А потом пришел этот... Банкир. Не хочу, не хочу. Я хотел все уладить по-хорошему. Но раз ты хочешь по-другому... И что ты мне сделаешь? Ну что, что? Прибожки не любят запах лопуха. Ты глупый и свинья! Ты глупый и свинья! Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. А ты купил эту мачь от золотой мачи? Хам ее повсюду. О! Да пребудет с тобой сила вечного огня. Прибер! О! О! Пошла! О! Ты будешь отлично выглядеть! На мне! Мила! Эй! Эй! Ау! На! Ау! Сил нет. Мила. Да пребудет с тобой Сила Вечного. Вот как так жить, ведьма? Эй, извините. Сил нет. Сил нет. Сил нет. Сил нет. Сил нет. Вот собачья доля. Здравствуй. Здравствуй. Травами, молодой ч... Но не так бы и удивился. Вот, например, барет. Ишь. А сам? Мне нужны кое-какие травы. Будь здоров. Будь здоров. Вот собачья доля. Вот собачья доля. Помоги убогому. Помоги убогому. Продолжение следует... 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 Когда-то я выполнил заказ Мне предложили выбрать награду И я воспользовался правом неожиданности Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка Спустя годы я продирался через Бракелон В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них Но вода забвения не подействовала на нее Цирь вернулась со мной Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан Предназначение? Это нечто большее Спасибо Ты хочешь рассказать еще что-нибудь? Да Не спеши У нас есть время После второй войны с Нильфгардом Цири потеряла родителей Я не знал, что делать с маленькой девочкой И забрал ее в Каэр Морхен Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят Помню, однажды она стояла на разваленных стены У нее из-под ног вылетел камень и она оступилась Я поймал ее в последний момент Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье и сказала, что плохо себя чувствует Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет И это... неизбежно Хорошо Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй Тогда я слушаю Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью Нас разлучили Я знал, что она в опасности Она мне снилась Я нашел ее в крепости Стига Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили Ей хотели причинить зло Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай Это очень личные воспоминания Ты хочешь продолжить? Да Я тебя слушаю Это было в Риве Как раз закончилась вторая война с Нильфгаарком Все еще было неспокойно В городе начались волнения Громили нелюдей Я пытался что-то сделать, но Не смог удержать бешеную толпу Один паренек пронзил меня вилами Янифер тоже умирала Цири забрала нас на лодку Мы поплыли туда, где цветут яблони И там она Оставила нас Тогда я видел ее В последний раз Ты сказал, что у этой девушки есть способности Расскажи мне о них Она дитя старшей крови Потомок Фальки Кровавой? Жестокая мятежница, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смытьянки родится разрушитель миров Это легенда Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево Понятно Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что Как-то я спросил, Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени? Она путешествует между мирами Я не могу это объяснить Я не очень много понял из объяснения Йен Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве И что кровь Цири обладает необычайной силой Понятно Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес Я знаю, что она долго училась управлять способностями Но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца Понятно Хочешь рассказывать дальше? Нет Может, начнем? Конечно Я знала, что она для тебя важна Но тон твоего голоса Скрыты эмоции Пожалуйста, давай продолжим Ложись поудобнее и постарайся расслабиться Возьми меня за руку и рассказывай о Цири Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей У кого? Может, у Лютика Они очень хорошо друг к другу относились КОНЕЦ 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 Молоко. Ты куда это? Не тушься, меня не запугаешь. Где ты? Я тебя видел. Я тебе... Если б можно было бежать куда-нибудь из этого. Ох, следуй. Мастер! Геральт, приветствую. Готов ли ты принять вызов? Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на аресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Копром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Поцелуй меня в жопу, мастер Кройбер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ри... Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Еще можно подраться с Арчибальдом Монейлом. Он обычно где-нибудь у входа в трущобы. Есть еще Мартинер, капитан стражей. У него поста аксенфурнских ворот. Кройбер. Стражные как передейся. Они хуже разбойников. Кройбер Верно. Ты ищешь надежного спутника для какой-то экспедиции? Не какой-то, а за море. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту... Да у тебя и фантазия. Ну да. Только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещания не сдержал. Но теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только... Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьерном. Оттуда всего пара шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Не напоющие. О, о, не хват он! Взять его! Я ему покажу! Будет он мне хват. Глебанный. Нет! я смогу бросить эту работу сейчас меня перерыв ты видел тут где-нибудь Девочки, девочек. А он? Девочки, девочки. Я тебя урою! Писками удавлю! Меня зовут. Пат Грубер. Я принимаю. Я готов. Мы с ЛИП начали! Жалкое зрелище. Дамы и господа! У нас новый чемпион, который только что сверх строна Арчибальда Унейла! Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Что же... Если охота подраться, попробуй выстоять против капитана Стражи. Ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Стражи. Ты можешь меня не пробовать? Стражи. Ну и что? Очинил лора. Что тут у тебя? Риданские вареники. Наши главные. Что от меня? Вадгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов сорок будет. Сорок с половиной, но я впечатлен. Иван, ты мастер, как я вижу. Я Эйвор Хатори, бывший мастер-мечник. А теперь вот, мастерю вареники. Геральт из Ривии. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Ммм, вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно. Ты хоть иногда куешь что-нибудь? Ах, откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Ну, грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Иван Хорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента-ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, ё-о-о. Сколько же тебе тут мечей. И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует Новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу. Вел переговоры. Только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака. А в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма. Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну, знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты... Помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу. В качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом, мусори. Я выкаю тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, требушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет у журавля в доках. Болевать не было. Девушки отдыхают. О-о-о-о-о-о-о, не тушься, меня не заходят.